11% не имело высшего военного образования, а выходцы были из этого полка. Они не имели высшего образования. Как они могут поменять? Но с собой они ее возили. Это был пафос, если современным языком сказать. Показать то, что вот мы такие богаты. А простые полки не могли себе позволить такого. Потому что у них даже посуда не была рассчитана на такие. Ну, у них подарки были намного проще. Вот. Но если сравнить, например, зарплаты, зарплата командира дивизии в то время составляла 6 тысяч рублей. А губернатора, который в чине имел такой же, составляла 12 тысяч рублей. А офицеры сколько получали? От 300 до 500. Это не хватало даже на семью. А почему, Вы говорите, не было у них высшего образования? Они не закончили просто? А не гвардейцы. Гвардейцы. А, то есть гвардейцы в офицеры? Самый простым способом было пробиться, поступить в гвардейскую часть. Там, во-первых, был чип подполковника. Намного быстрее шла служба. Да, и потом, потом, когда они выпускались, из-за того, что они гвардейцы, пожалуйста, идете на именат, был переучиваться. Если Вы почитаете, есть огромные статья, даже в электронном виде есть, офицеры царской императорской армии на 1904-1918 годы. Какой уровень образования, они по ужасному. Гвардейские части, они тем и были гвардейцы. Туда поступить, чтобы поступить в гвардейскую часть после окончания любого из этапных училищ, за тебя офицерское собрание должно было проголосовать. Если ты с простой семьи, не имеющих денег, не имеющих чинов, за тебя никто не проголосует. И ты пройдешь в простые полки. А если ты имеешь, ну, грубо говоря, там, твой князь или там, барон, и есть дед. Но еще я вас больше, они все генералы были бедны. Чтобы вы понимали, из 35-ти высших генералов только трое имели землю. Трое. А почему? А не было. А за что? Нет, то есть за них могли заплатить. Куда же девать, когда они деньги? Как? Они все тратили. Да. Они все тратили. Из командиров полков, их там, грубо говоря, 160 человек, имеющих землю меньше 30%. А имели кто землю из генералитета? Один зонтопромышленник, потому что весь клан его этим занимался. А двое они всю жизнь, из Петра I, владели этим земельным участком. Приобрести не на что было. Что с ним терять? Да ничего было бы в бою. Да генералов в бою не было. Там генерал 65-70 лет. Война 1914 года в первый раз показала, что надо проводить офицерские собрания, офицерские курсы. А это было воспринято в войсках как вообще оскорбление. Их не принимали. Мы не поедем, вы нас оскорбляете. Они не учились. Новую технику не изучали. Не изучали новый способ проведения боя. И так далее. Они привыкли все. Да мы гвардейцами, вон, поднимем три полка и бросим. Это убеждение в 1915 году. Восемь линий 123-124 полка против двух пулеметов немцев стреляли. Полк потерял 80%. И тот, и другой. За один день. 400 похоронок пришло в Козлов. 400. Отправили две линии, не пройдя 300 метров. Они отправили еще шесть. Не понимают, что значит такой пулемет. Большие потери против Универа. Ты же говоришь, что это все. Никто не понимал. Они же не напротив поставили, они поставили по бокам. И попадание увеличилось в несколько раз. 400 похоронок пришло за один день в Козлов. То есть учиться надо? А учиться, а никто же не преподавал. Артиллеристы, вот чтобы вы понимали, в пехотных частях, средняя потеря офицерского состава составляла 300-400%. А в артиллеристах 10-15%. Объясни, я сначала подумал, ну это из-за того, что они далеко. Нет. В 1906 году у них курсы организовывались после русско-японской войны. И за 9 лет, хоть и медленно, они набрали опыты европейского. И начали сражаться. Те же корабли, которые принимали в войне 1914 года, научились на войне 1905 года. Они поняли, что значит такое, сражаться в новых условиях войны. Те, кто не понял, были дикие потери. Да мы бросим три полка, а ладно, потом все сформируем. Россия бездонна. А когда пришел государь-император... А...